Он гордится своей победой и благодарит наставников. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва Марк Петровский завоевал золотую награду чемпионата мира по боксу в Сербии. Я выступаю за город Одинцово, представляю Одинцовскую школу бокса. Моим тренером являются Хромов Николай Дмитриевич, Смирнов Сергей Юрьевич и Касаев Магомед Гаджиевич. Тренируюсь под их руководством. Боксом Марк начал заниматься в пятом классе. Тогда в спортивную секцию его привел отец. Сам боксер родом из Красноярского края. С 2019 года выступает за Московскую область и в этом же году стал чемпионом России среди молодежи. Уже будучи в звании мастера спорта России, в 2019-2020 году принял участие на чемпионате России. Был участником, а вот уже в 2021 году стал победителем чемпионата России, летней спартакиады молодежи России и чемпионом мира в супертяжелом весе. Для нас это очень значимая победа. Свои боксерские будни чемпион проводит на тренировках. Перед соревнованиями подготовка становится интенсивнее. Трудолюбие, самоотдача, упорство. За 11 лет занятий юный боксер ни разу не давал себе поблажки. Марк это я считаю феномен в первую очередь, потому что за один год, в 22 года он завоевал золото чемпионата России, отобрался на чемпионат мира, провел там 5 сложных поединков. Недаром на просторах интернета Марка называют русским богатырем. Боксировать и выигрывать – лозунг спортсмена. Золотая медаль и пояс напоминают, что всегда надо идти вперед и помнить о тех, кто оказывал поддержку, говорит боксер. Также хотел бы выразить слова благодарности ШОР Московской области по боксу. Когда я переехал и у меня еще не было результатов, мне стабильно выдавали экипировку с витамины, приглашали на сборы, поддерживали. Делали вклад в будущее, вклад оправдал себя, я думаю. Спасибо большое Сергею Сергеевичу Веденскому и созванивались на соревнованиях на чемпионате мира. Пока Марк восстанавливает свои силы после чемпионата. Впереди новые соревнования – Кубок мира или чемпионат Европы, которые будут в следующем году. Чемпион уже настроен на победу. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».